Всем доброе утро! У нас наконец-то наступила весна, тепло, за два дня буквально все растаяло и высохло, у нас быстро все сохнет. И сегодня я хочу снять информационное такое видео. Было много вопросов про медицину. Так как мы едем в больницу, я хочу рассказать, какая у нас больница, потому что был вопрос именно связан с больницей. Какая у нас поликлиника, что у нас, какие у нас врачи. Естественно, вы должны понимать, что мы живем на острове. Но у нас есть две поликлиники. Одна находится в Малокурильске, там принимает один врач. Вот эта станция скорой помощи, здесь принимает врач общей практики. Он принимает как детей, так и взрослых, это для того, чтобы не ездить в Крабозавод. Крабозавод находится 9 километров от нас. То есть на острове находятся же два поселка, это Малокурильск и Крабозавод. Сейчас мы едем в Крабозаводскую поликлинику. Она большая. Там принимают, сразу скажу, какие у нас врачи есть на острове. У нас есть терапевт, педиатр, есть хирург, есть стоматолог, гинеколог. Также у нас делают ЭГГ сердца, флюорографию, рентгены различные. То есть там и маммографию, и рентген. И все, все, дорога такая у нас супер. Супер-дорога. Пока вот это будет стоповаться, нашему просто-то расскажу. Вот. Значит, рентгены делают, если какие-то там подозрения на пирог или еще что-то. То есть здесь все это делается. Также принимают кровь, сдают как из пальца, так и с вены. Естественно, там постеленным дням, ну, и с пальца, по-моему, берут каждый день. Также и мочу, там в галку тоже ставят каждый день. Так, значит, дальше. Врачи у нас приезжают. Каждые полгода у нас приезжают врачи. Специалисты, как офтальмолог, гор, психиатр, невролог, психолог. Для того, чтобы люди могли пройти медкомиссию, справку, чтобы что-то медицинскую сделать. Либо детям нужно пройти диспансеризацию, взрослым диспансеризацию. То есть у нас каждые полгода приезжают врачи. Бывает там, зимой бывает, что они не могут до нас добраться, но все-таки они до нас добираются. И так же все проходят врачей без проблем. Если у вас что-то прям тяжелое какое-то заболевание, то, конечно, будут добавлять на сахалин. Ну, не знаю, мы с этим, слава богу, не сталкивались, а нам хватает этих врачей. И хватает того, что они сюда приезжают на остров. И мы проходим диспансеризацию, мы все благополучно. А так же в Крабозаводском, я знаю, есть стационар. Там люди лежат в стационаре. То есть там есть какие-то заболевания, которые можно лечить. Есть, не ехав на сахалин, допустим. Если какие-то проблемы, можно, в принципе, съездить до Кунашира. Там у них есть, я знаю, насколько, и лор, и офтальмолог. Потому что обычно врачи-специалисты приезжают, откуда. То есть это уже ваше дело. Это точно так же, как если нужно понимать, что мы живем на острове. И любой взятие из поселок, даже на материке, точно так же в поликлинике у вас не будет хватать врачей, которые вам нужны, допустим, каких-то лучших специалистов. Так же и здесь. Врачи у нас неплохие, я скажу. То есть к ним претензий никаких нет. То есть и педиатры, и терапевты у нас нормальные, квалифицированные врачи. Не знаю, у нас нет никаких претензий, ни жалоб. Мне кажется, даже может позавидовать любой материк. То есть врачей мы всех своих знаем. Сейчас мы едем в Крабозаводскую поликлинику. Если получится заснять, какая у нас там поликлиника. Ну, я вам покажу. Конечно, когда приезжают специалисты, у нас там ажиотаж, народу много, все хотят пройти спонсоризацию, там, буталоны, там, все такое. А когда затишье и нету там пика какого-то заболевания, как в этом году, пик заболевания это ОРЗ, все болели. Не знаю, кто-то завез, обычно на острове мало каких-то болячек. Но когда привозят кто-то заболевание, как вывести на государство, и начинают болеть весь остров. У нас был карантин в школе, в садике. Вот. Зимой у нас было такое. И тогда народу, конечно, много. А так, в принципе, в поликлинике народу практически никогда не бывает. Вот у человека там к детскому врачу стоит, и все. То есть, тем более по талонам, по времени принимают. Так что, теперь мы едем в поликлинике. Вот наша больница. Краба-Заводский. Огромная такая. Сейчас посмотрим, как она внутри. Краба-Заводский. Краба-Заводский. Сейчас мы съездили в Краба-Заводскую поликлинику. Сейчас мы едем в свою молоку врачу. Еще хотела сказать про прививки. Прививки детям здесь все ставят. Мангру делают. И предлагают ставить прививки от гриппа, когда сезон начинается. То есть, не отправляют людей на Сахалин, чтобы там сделать какие-то прививки. Нет, все это сделают здесь. Так что прививки здесь ставят. Кровь здесь берут. Основные специалисты тут есть. Об этом не стоит беспокоиться. Также и для детей. И ЭКГ делают. А, и УЗИ тоже. Ведь единственное, что кто собирается ехать сюда и рожать, конечно, рожать вы поедете на Сахалин. Я с этим здесь не столкнулась. Поэтому подробности я вам не расскажу. Но знаю, что все ехать от рожать на Сахалин. Южно-Курильск отправляют, если проблем никаких нет. Если проблем нет, да, то многие ехать в Южно-Курильск. Я не знаю этих подробностей. А как основное исследование, они все проходят здесь. То есть, до срока они все здесь проходят. УЗИ здесь делают. Так что, в принципе, основная медицина тут есть. Если не управляться, конечно, в городе, что любого врача можно найти. Поверхностно тут все есть. Все, что требуется для проживания человека. Так что сейчас мы едем к нашему. Акция скорой помощи. И там, где принимают наши родные скидки. У нас пыльюка, потому что что-то не болевает дороги. И у нас пыль стоит столбом, дышать нечем. Это вот у нас минус острова, наверное. Окна не открыть, когда на машине едешь, вообще нет. Вот так. Для информации. Дороги у нас вообще... Дороги не поливаются. Что-то... Почему? Да воды, наверное, не пытается. Дорога почела. никого нет таковая больница всегда когда нет пика заболеваний и на этом мы будем заканчивать свое видео, надеюсь это видео было для вас полезным у кого были вопросы по медицинской стороне про больницы подписывайтесь на канал всем пока-пока оставайтесь с нами